Привет всем любителям фокусов! С вами, как всегда, Nero Young. Сегодня у нас будет обзор на реквизит Cross от Agustew. Это визуальный фокус с картами, в котором нарисованный крест перемещается по карте зрителя. Это действительно очень необычный эффектный фокус с картами. И огромное спасибо магазину 54cards.ru за то, что отправили мне этот реквизит на обзор. Сейчас я покажу вам живую демонстрацию этого фокуса, ну а позже мы разберем плюсы и минусы этого реквизита. Давайте приступим. Сейчас возьми одну любую карту и просто запомни ее. Я могу ее видеть. И сейчас можешь просто подписать ту карту. Угу, отлично. И я также ее подпишу, только с другой стороны. Окей. Смотри, вот такой крестик небольшой. Я сейчас попробую этот крестик передвинуть вот так, вот сюда. И давай еще раз вот сюда. Ну и чтобы все-таки не портить твою карту, давай как-нибудь вот так вот перекину его на большой палец. Соответственно, это твоя карта с твоей подписью. Ты можешь ее проверить, посмотреть, что она самая обычная. Сейчас вы посмотрели, как этот фокус выглядит. Напишите в комментариях мнение. Понравился вам фокус, не понравился. Если вы хотите приобрести этот реквизит, вы можете смело это сделать в магазине 54cards.ru. Ссылку на магазин и ссылку на покупку именно этого реквизита я оставлю в описании. Ну а мы сейчас перейдем к плюсам и минусам этого реквизита. Для начала расскажу вам о плюсах, которые я подметил лично для себя. Первое и самое важное это конструкция самого гиммика. Это что-то вот просто нереальное на самом деле, потому что сама конструкция очень умная, необычная. И она прослужит вам очень и очень долго, если вы будете бережно с ним обращаться. То есть просто сам гиммик не может выйти из строя, только может, ну, устареть, как сама карта. Не более того. Второй и самый главный плюс это то, что этот гиммик рассчитан на колоды Bicycle Standard, Bicycle Rider Back, Bicycle Seconds. То есть самые стандартные колоды при этом в любом цвете. Красный, синий, без разницы. Третий плюс это зарядка, ну или перезарядка фокуса. Это огромнейший плюс, потому что вы можете подойти в одну компанию, показать этот трюк, пойти сразу же в другую, показать снова этот трюк. И вам не нужно там где-то останавливаться, что-то переделывать, перезаряжать. Фокус будет готов автоматически, вы сможете всегда его показать в любой момент. Четвертый плюс, наверное, самый-самый приятный на самом деле, это то, что в конце полностью вы чисты, у вас никаких проблем. Зритель остается со своей подписанной картой и ее просто проверяет и не может ничего найти необычного. Еще один плюс этого реквизита, это то, что вы можете показывать как в светлых, так и темных помещениях. Для светлых помещений у вас есть синяя темная рубашка, ну и для темных помещений у вас есть светлая контрастирующая красная рубашка. Ну а теперь перейдем к минусам. Лично я за месяц пользования этим реквизитом, я показывал очень его часто и заметил всего два минуса. Один связан скорее с вашими собственными ощущениями, а вот второй с ощущениями зрителей. То есть здесь нужно быть чуть-чуть поаккуратнее. Сейчас объясню. Начнем с первого минуса, да, собственные ощущения. Гиммик, во-первых, чуть толще, чем обычная карта. Ну, конструкция не позволяет его сделать тоньше. Вы поймете, если будете им пользоваться. И помимо этого он чуть-чуть выпирает, да, со всех сторон. Вот. Но опять же, обычный зритель не заметит этого никогда в жизни. Тут скорее просто небольшой дискомфорт у вас при показе. А вот второй минус, это у этого гиммика есть небольшая чувствительность к свету. К примеру, если вы будете показывать в очень освещенном помещении, я бы скорее отказался от этого фокуса. То есть в этом трюке есть такая небольшая проблема. Если вы не хотите спалить секрет зрителю, лучше не показывать этот трюк в очень освещенных помещениях. Потому что могут быть проблемы в среднем освещении, в низком освещении. Никаких проблем нет вообще. Фокус можно показывать абсолютно спокойно. Ну и сейчас давайте я покажу вам комплект, который вы получаете, когда приобретаете этот гиммик, этот реквизит. Итак, давайте посмотрим на комплект, который мы получаем при покупке. Изначально мы видим DVD-диск, очень красиво, стилистически оформленный. Но нам это не так интересно. Давайте его откроем. Здесь внутри сам диск будет. Вот такой вот небольшой клатч. А также внутри будет маленький лист бумаги с инструкцией, где будут объяснены небольшие нюансы по пользованию гиммиком. Ну и, соответственно, вот такой вот клатч. Внутри нас ждут две карты. То есть это два гиммика и под красную, и под синюю колоду Bicycle Standard. Ну и, соответственно, в самом диске вы сможете понять, как вообще всем этим пользоваться. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Мое личное мнение. Фокус супер визуальный, супер эффектный. Периодически его можно добавлять в вашу программу, просто в ваши показы фокусов. Потому что мозги он взрывает просто напрочь. И зритель остается с сувениром, который он проверяет. И он самый обычный. Он не понимает, как все это произошло. Как крест перемещался по карте. Напоминаю, что приобрести этот фокус вы можете в магазине 54karts.ru Ну а с вами, как всегда, был Nero Young. Всем удачи. Всем пока.